Вопросы о Советском Союзе, о его зарождении, о его существовании, о его развитии, его разрушении, или, как некоторые сейчас говорят, развали, как будто бы это что-то непрочное, саморазваливающееся. Когда пытались его развалить, гитлеровские полчищане не смогли этого сделать. Поэтому это не то, что можно развалить, это то, что можно разрушить. А разрушить могут только те силы, которые враждебны самой сути, самой сущности этого общества. Но встает только вопрос, а эти силы, они только внешние, или они есть и внутри общества? Как показывает наше событие, событие в Советском Союзе, разрушение у нас не столько внешним образом произошло, сколько внутри страны и внутри партии даже нашлись такие силы, которые разрушали. Поэтому мы, когда сегодня оцениваем это историческое событие образования Союза Советских Социалистических Республик, мы должны копнуть немножко глубже, чем обсуждение всяких формальных моментов. Кто собирался, сколько человек было, как они голосовали. Ну, ясное дело, когда уже люди пять лет воюют в гражданской войне, в единстве, и понимают, что удержаться могут товарищи рабочие и крестьяне, получившие землю, только тогда, когда они с оружием в руках будут отстаивать завоевание революции, ясно, что у них есть единство, и единство будет гарантировано при голосовании. Потому что вопрос уже стоит не о том, чтобы получить это единство, а о том, чтобы его оформить и закрепить. Вот о чем шла речь. А для того, чтобы понять, что такое Советский Союз, надо подойти с более глубоких позиций, чем с чисто формальных. Кто предлагал, что предлагал, как обсуждали. Да разве в этом дело? Дело в том, что мы имели дело с остановлением новой коммунистической общественно-экономической формации. С остановлением, а дальше последовало развитие этого самого общества. И это общество превратилось в низшую фазу коммунизма. Поэтому мы должны посмотреть на Советский Союз не с точки зрения его формы, а с точки зрения содержания. А это содержание восходит к тому, как из капитализма, как из общества, в котором царит хаос и в котором господствует частная собственность, получилось общество, в котором царит плодномерность и имеется общественная собственность. И не сводить это дело только к государственному устройству и к формам взаимоотношения людей в области политики. Это более глубокое явление. Это явление восходит к тому, как развивается человечество. А человечество развивается очень просто. Очень просто изложить с точки зрения идеалектической, как развивается человечество. 90 тысяч лет имел место коммунизм первобытный, когда не было частной собственности, собственность была общинная, и никто не мог выжить вообще один в рамках частной собственности. И вот в такой форме шло развитие производительных сил. И дошло до такой степени, что уже некоторые люди могли не работать, а заставить работать других. Например, тех, которых они победили. В справедливой борьбе победили. И раньше они убивали тех, кого они победили. Потому что может быть какое-то пленение. Или может быть какое-то другое действие. Враг должен быть уничтожен. И все. Или наше пление будет господствовать. Или вот то, которое пришло. И другого тут не может быть. А вот когда производительность труда достигла такой степени, в этой самой общине коммунистической, в которой все работали, достигла того, что можно сделать так, с помощью новых средств производства, что один человек может прокормить двоих. Ну вот когда один может прокормить двоих, какой смысл уничтожать своего противника, которого вы победили. Или ему, который вас победил. Какой смысл уничтожать вас, когда он может заставить вас работать под угрозой смертной казни. И вот так появилось рабовладение. Так появилось рабовладение. А мы на него, если смотрим диалектически, смотрим на него не просто как на рабовладение, а как первый, так сказать, переход от общества коммунистического, хоть и первобытного, которое основано на общественной собственности, к обществу, основанную на частной собственности, отдельные семьи стали, так сказать, существовать, обретая себе рабов. И какое-то количество было свободных граждан, которые вроде и не рабы, и не рабовладельцы. Но они какой-то существенной, определенной роли не играли. Общество разделилось на класс эксплуатируемый и неэксплуатируемый. И раскололось. И вот с этого, с рабовладения, началось шествие общества частной собственности, которое является отрицанием коммунизма. И это отрицание само разделилось в ходе своего развития на три формации. Формация первая – это рабовладельческая формация, формация вторая – это феодальная формация, когда пришло облегчение трудящемуся. Его нельзя уже было убить, запрещалось убивать. Его можно было бить плетьми, можно было заставлять работать, но и в этом плане, можно сказать, послабление прошло. Если будете все такое заставлять работать, он будет ломать то, что является средством производства. Поэтому, надо как-то тут найти такую позицию, что пусть он сам тут ковыряется на своей земле и сам себя содержит. Хорошо, не надо им заниматься. Но три или четыре дня в неделю пусть работает на земле феодала. Или на земле барина, как было в России. Вот в этом случае на земле этого феодала планомерность, как она была и при рабовладении, правда, строили храмы, дворцы, дороги. До сих пор они стоят и восхищаются людях, что могли построить рабы под руководством просвещенных, освобожденных от производительного труда людей. Хотя эти все строения, хотя они политы человеческим потом и кровью. И вот феодализм облегчил ситуацию. И крестьянин поработал там какое-то количество дней, зато он может на этой земле делать все, что он хочет. Сам может строить себе дом, сам может совершенствовать средства производства, может даже кое-что поначать продавать, потом использовали себя в хозяйстве. И этот феодализм сменил рабовладение и был крупным шагом вперед. Но постепенно образовались города, появились люди, которые начали торговать, появился товар, появился товар всеобщий, эквивалент, деньги. Он позволял менять любые другие потребительные стоимости на то, что вам нужно. Поэтому появился товар-посредник. И появились люди, которые занимались этим посредничеством, купцы, которые в одном месте закупали, в другом продавали. Уважаемые люди, сейчас они перекупщики, в одном месте купят по дешевке, и в другом месте продают, спекулянты и так далее. А тогда это были вполне уважаемые люди. Они ездили в дальние страны, привозили то, что здесь вы не получите, меняли и так далее. И на этой почве возникло и изготовление того, что до этого не существовало. То есть люди стали изготавливать сложные средства производства, машины, и с помощью этих машин производить значительно больше, чем это можно сделать вручную. Поэтому не просто какая-то прялка, которая была в эпоху феодализма, а появились средства производства. Они сначала размещали эти средства производства просто в отдельных помещениях по принципу, что вот простая кооперация, мы все рядом сидим и делаем одни и те же вещи. А потом уже кооперация как разделение труда. Одни делают, хотя пускают табуретки, но одни делают только ножки, а другие делают только крышки, и третьи только крышки. И получается, что те же люди сделают гораздо больше. А потом появилось, раз упростили операции и сделали их такими, что они сводятся к элементарным, то можно такие вещи передавать и машинам. И появились машины. И эти машины были, так сказать, соединены с трансмиссией, чтобы, так сказать, был какой-то двигатель и сразу разные машины можно было заводить. Появилась фабрика. А что такое фабрика, про которую Маркс писал так? А фабрика – это кооперация с кооперацией. Вот что такое фабрика. То есть это кооперативный труд. Совместно собрались. Но эта кооперация, не простая кооперация, когда люди просто своими, так сказать, руками что-то делают, а это уже машинная кооперация, когда тут она связана с использованием машин. И вот эта фабричная производство стала бурно развиваться в рамках феодализма. Но, как всегда бывает, новые рождаются в рамках старого. И вот оно новое развивалось и развивалось до того, что те люди, которые раньше были как бы третьим сословием, есть крестьяне, есть помещики, а эти вот непонятно что. Купцы, это какие-то там мастера, фабриканты мелкие, они все были везде мелкие, стали все крупнее и крупнее и стали в большей мере богатеть, чем купцы. И купцы оказались на втором месте. И все остальные, какие-то феодалы, оказались в неподвижности, а вот этот класс капиталистический рост и развивался. Это был прогресс общества. Общество стало производить больше, хотя этот прогресс в смысле производства предметов потребления и средств производства был связан со страшной эксплуатацией и страстным ухудшением положения непосредственно работников. Вот я сравнительно недавно, несколько лет назад, прочитал книгу Уэнгельса «Положение рабочей класса Ванга». Это очень тяжелая книга. Ее страшно читать вот даже сейчас, потому что начинает там Энгельстаг, у которого папаша был предприниматель, фабрикант, и поэтому он, так сказать, не бедствовал лично и Марксу помогал, чем мог, в том числе с помощью, так сказать, тех средств, которые получал от отца. Но он там в начале предисловия пишет «Я оставил красное вино, салонные разговоры и отправился в самую передовую страну капиталистическую» и рассказывает, какой там был ужас, какая грязь. Когда работали дети, малолетние, и трехлетние, и четырехлетние, когда, так сказать, по улицам не было там, не слились нечистоты, когда дома лепили так, чтобы дом к дому, так сказать, соединялись, чтобы одна стенка была, вот, когда не было, так сказать, отдельно туалетов, одни, так сказать, канавы и грязь. Энгельс, эта передовая страна капиталистического мира, явила собой ужасы капитализма, которые потом уже в такой степени не повторялись, потому что то, что описал Энгельс, это был вот прогресс. То есть капиталистический прогресс, который связан со страшной эксплуатацией и с нечеловеческими условиями для тех, кто этот прогресс осуществляет своими руками, для непосредственных производителей. И когда туда заглянешь, то увидишь, к чему стремятся и наши новоявленные капиталисты. Им бы, если и волю дать, они всех бы туда в такое же положение затолкали. И единственное, что может их остановить, это сопротивление рабочего класса. Но если это только сопротивление, то меня бьют, а я сопротивляюсь. Меня ухудшает положение, а я сопротивляюсь. Это пассивная такая точка зрения. Это значит, что не в такой мере ухудшит моё положение, как хотели. А если вы хотите улучшить своё положение, здесь надо не сопротивляться, оставить цель, задачу и коллективно её решать коллективной классовой борьбой. И иначе, если кто-то думает, что можно улучшить свою жизнь, вот уже особенно после реставрации капитализма в СССР начали некоторые товарищи думать, как улучшить свою жизнь и думать, что будем больше работать. Да вы больше работаете, а цены будут быстрее расти, чем вы наработаете. И ваша зарплата будет всё время меньше, меньше и меньше. То есть её реальное содержание. Это называется инфляция. И нам рассказывают всякие сказки, что, дескать, мы боремся с инфляцией, что Центробанк, как же он борется, когда он повышает ключевую ставку. Это по этой ключевой ставке коммерческие банки получают от него деньги. А дальше они свою ставку устанавливают и дальше всё поднимается всё выше и выше. Поэтому они в России подняли, поднимали ставку и до 20% в итоге банковскую. Ну то есть и сейчас она на таком уровне, что никто, кто хочет, из капиталистов, кто хочет поднять какое-то производство и на капиталистической основе его развивать, не может этого делать по той простой причине это немыслимый процент. Немыслимый процент. Ну вот Соединённые Штаты, они гораздо крупнее нынешней России. Ну, где-то на пятом месте стоим, а были на втором, когда были в Советском Союзе. А Соединённые Штаты на первом месте. Так у них больше четырёх не бывает. Едва бывает в некоторых странах капиталистических и отрицательный есть процент. А в чём фокус? Что я скажу, ты берёшь у нас, но ты не просто деньги берёшь, ты должен брать деньги для какого-то производства, для его развития. Ты его разовьёшь, государство или тот банк государственный, который это установил, получит от этого предприятия, которое вы будете создавать, а не государство, прибыль. И эта прибыль покроет ему вот то, что он отдал эти деньги, можно сказать, беспроцентно. То есть есть займы беспроцентные, есть займы очень низкие, на уровне полтора, два. И сидят эти крупные капиталисты, которые там в десятки раз крупнее наших, российских, новоявленных, и решают, так дотянуть до четырёх или не дотянуть. Что четыре – это очень много, а у нас до четырёх никак не могут дотянуть. Ну, казалось бы, если мы слабая страна, значит у нас норма процента должна быть больше, и мы хотим подняться. Нет. Всё делается для того, финансовым блоком, чтобы этого не было. Но это вот мы говорим о том, что характеризует уже не просто капитализм, а империализм. А как только капитализм стал единой системой, то стали проявляться все его черты, как эксплуататорского общества, как новой формой эксплуатации. Казалось, что они нас выводят, капиталисты, выводят из феодализма. Мы теперь свободные люди. Да, вы полностью свободные. Или, как говорил Чернышевский, каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Ну и как? Свобода. Это значит, что если вы не имеете средств существования, не заработали, или вас, может быть, на один год пристроили, что вы не могли устроиться нигде на работу, вам выплачивают год, а потом про вас просто общество забудет. И вы у какой-нибудь зимой, у какой-нибудь трубы, так сказать, приляжете, и там вас и найдут. И отправят, куда положат. Это реальность современной России. И не только России. Это реальность буржуазного общества. Потому что в этом буржуазном обществе у вас полная свобода. Если вам нечего кушать, ну это ваше личное дело. То есть каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет золотого блюда, вы неудачник. Если у меня есть, я удачник. И так далее. Лови удачу. Вот эта ловля всё время продолжается. И как вот, знаете, как иногда кошкам пытаются на ниточке эту пищу туда-сюда показывают. Они только головой водят. И так они ничего не получили. А все смеются. Вот так смеются капиталисты над трудящимися, над рабочими. Отсюда люди серьёзные, которые опираются на науку, а наука это есть квинтэссенция человеческого разума, они сформулировали ещё буржуазные экономисты и историки, что человечество развивается через классную борьбу. Классную борьбу, писал Маркс, открыл у неё. Классную борьбу открыли буржуазные историки. Это Тьерри, Менье и Гизо. Мы их даже фамилии знаем. Наберите Тьерри, Менье и Гизо и прочитайте, что вот они открыли. И эта классовая борьба, это уже Маркс пишет, приводит к диктатуре пролетариата. А вот эта диктатура пролетариата приводит к обществу без классов, без коммунизма. Это он в письме к Викдемейеру написал очень кратко и очень понятно. Вот и, собственно, суть его учения. Суть всего учения Маркса о развитии общества. Следовательно, что должно быть сделано для того, чтобы освободить рабочий класс? Ну, необходимо совершить социалистическую революцию. А может в одной стране класс организовать социалистическую революцию? Нет. Писали Маркс и инфиоза, душат. И поэтому революция может быть только делом всех стран. Пролетарией всех стран. Отсюда и лозунг. Пролетария всех стран. Соединяйтесь. Лозунг этот правильный. Он никак не изменился. А вот взгляд на революцию после того, как капитализм перешел к империализму, то есть к своей высшей стадии, изменился. И вот анализ империализма сделал Ленин. Это его великий вклад. И по результатам этого анализа он к какому выводу пришел? Что империализм перешел в свою высшую, последнюю стадию. Капитализм перешел. Империализм. Это умирающий и загнивающий капитализм. Раз это умирающий и загнивающий капитализм, то здесь уже действует закон неравномерного развития. И такого не может быть, что все трудящиеся, даже в крупнейших странах одновременно готовы к совершению революции. Такого быть не может. Поэтому в двух своих работах, которые я очень-очень короткие, каждый может их прочитать, чтобы не говорить, я где-то слышал, там выступал кто-то и так далее. Прочитайте. Одна работа называется «О Соединенных Штатах Европы», «О лозунге Соединенных Штатов Европы». А вторая – «Военная программа пролетарской революции». В обоих работах Ленин показывает, что в современную империалистическую эпоху революция может возникнуть социалистическая только в отдельно взятой стране. И вот противоречие империализма позволяет успешно действовать пролетариату этой страны, потому что несмотря на свое противопоставление капиталу в целом, капиталисты между собой дерутся, обязательно кто-то с кем-то будет еще и драться, а не так, что они так дружно накинутся на эту самую революцию. В военной программе пролетарской революции, военной программе пролетарской революции Ленин говорил, что после того, как будет установлена власть рабочего класса, диктатура пролетариата, другие страны будут накинуться на него с вооруженной силой. Поэтому Ленин очень четко осознавал, что будет нашествие империалистических держав на ту страну, которая будет переходить к социализму. Но вот это обстоятельство, что будет, а с другой стороны, собственные противоречия империалистических настолько разрывают, и каждый хочет, так сказать, кого-то подсунуть другого вместо себя, для того, чтобы воевать, или для того, чтобы сражаться с революционерами. Это, так сказать, дает нам шанс и возможность победить в одной отдельно взятой стране. И уже применительно к империализму теория о всемирной революции, такой, которая сразу происходит во всех странах, не годится. тем не менее, безграмотные люди, которых считают теоретикой марксизма, такие, как Троцкий, Бухарин, хотя, если вы возьмете последние письма Ленина, там, где он перечисляет достоинства известных членов цеха, он говорит, Троцкий не большевизм, все понятно, не большевизм, противник большевизма, то есть, его можно использовать, способный человек, в одном, в другом отношении, но не забывать, что он не большевик, то есть, нельзя давать ему политическую, так сказать, развивать политическую силу и политическое руководство, ни в коем случае, потому что это будет меньшевизм. Про Бухарина написано, Бухарин, один из самых молодых членов ЦК, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистских, с очень большим сомнением. А вспомним, что потом представили они, с чем выступал Бухарин, а с врастанием кулака в социализм. Вместо, так сказать, наступления на кулака, наступление на кулака означало не то, что мы должны взять коле и пойти бить кулака, означало, что надо построить колхозное производство, машино-тракторные станции сделать, соединить государственное производство и государственную машинную обработку земли, с учетом того, что земля находится в государственной собственности, соединить с трудом колхозников и в итоге получить коллективную форму общественной собственности. У нас не две собственности, как пишут в плохих книжках, дескать, есть государственная общенародная и кооперативно-колхозная собственность. Это две общественных собственности. Общественная собственность не может быть в двух экземплярах, потому что общество одно. Общественная собственность это собственность одного общества, единая собственность общества. А в Югославии тоже развалившиеся, в Югославии говорили о том, что у нас будет такой социализм, который будет из таких собственностей отдельных предприятий. Ну, как вот сейчас КПРФ у нас говорит, вот у нас тут вот такие будут отдельные народные предприятия. Сколько вашего народу, 200 человек, 150? Сколько этого? Малый народ такой новый появляться стал. Смешно даже. Ленин по этому поводу писал, что «величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство». Короче говоря, к моменту совершения, уже практически к делам, когда стали переходить большевики, они были вооружены передовой теорией. Они знали, что они должны выстоять одни поначалу и, конечно, будет поддерживать рабочий класс, как и было на самом деле, потому что было движение руки прочь от советской России и интервенция этих 14 государств должна была загаснуть. Но для этого надо, чтобы очень сильно сражались рабочие и крестьяне в самой России. И у нас была длительная война и интервенции иностранные. Потом они стали направлять сюда деньги, средства советников, инструкторов. И белогвардейцы выступали уже от мирового капитала, но пытались уничтожить большевиков и большевистскую власть и революционные завоевания. Ну как ты уничтожишь то обстоятельство, что большевики дали землю крестьянам? Крестьяне теперь до неё будут драться, как за жизнь, потому что они понимали значение этого дела. А рабочие тем более понимали, что только если они будут активно вести гражданскую войну и победят в ней, вот они тогда могут освободиться. И пять лет реализации того, о чём говорил Ленин, что в отдельной стране можно построить социализм. Для этого нужно встать с военной программой против всего капиталистического мира. И именно из-за противоречия, которые там есть, и из-за беззаветной смелости тех трудящихся, которые выступают за революцию, из-за этого есть большой шанс выиграть в этой войне, в гражданской и империалистической войне, которые вроде удалось замириться с немцами, так нет, уже бывшие союзники России набросились на Советскую Россию или стали её душить. И победили атаманов, разогнали войвод и на Тихом океане свой закончили в поход. Вот тогда только и встал вопрос о формах организации того единства, которое за пять лет уже сложилось. Когда говорят, как образовался СССР, в огне гражданской войны образовался СССР, в огне, вот потому что все национальные, трудящиеся всех национальностей, бывшей царской России, когда они ещё подозревали великороссов в том, что они, может, угнетают малороссов и так далее, когда все трудящиеся взялись и беззаветно сражались в гражданскую войну, с интервентами сражались, выгнали англичан, которые там залезли с севера, выгнали, так сказать, выгнали чехословаков, которых отправляли, гуманно отправляли, так сказать, пленных чехословаков на родину через Сибирь. Они подняли восстание и стали убивать большевиков, красноармейцев и так далее. И с ними пришлось воевать. Но закончилась война, и вот тогда встал вопрос, чтобы оформить то единство, которое уже сложилось. Не так надо понимать дело, как вот люди неглубокие, которые диалектику не изучают, и которые всё это смотрят, что в бумажках отражается. Дескать, вот собрались люди на съезд советов, там было четыре республики, это республика одна РСФСР, другая Украина, третья Белоруссия, ну, Белорусская Советская Федеративная Республика, раньше писалось наоборот, Белорусская Федеративная Советская Социалистическая Республика, Украинская и Закавказская Федерация, в которую входила Армения, Азербайджан и Грузия. И вот, так сказать, вот четыре эти собрались республики и соединились, и при этом обращают внимание на то, что, так сказать, оказывается, генеральный секретарь Сталин, так сказать, спорил с товарищем Лениным, который председательством наркома, по поводу того, как это лучше оформить. А как вы себе представляете, когда такое дело делается? Надо и поспорить, и надо... Или пришли к единству споривши? Пришли. И что, это единство марксизма? Нет. Это единство примерно то же самое, что Ленин объяснял. В чём принцип, так сказать, вот этот, принцип права нации на самоопределение? Этот принцип отрицательный. В том смысле, что если вам не в моготу, вы можете выйти. Потому что если вы не имеете права выхода, значит, ваше соединение не свободное. И это же применяется, и прямо на это ссылался Ленин, когда говорил о национальном вопросе. Возьмите семью. У нас было такое время, когда нельзя было развестись. Приходилось жить вот с посылом мужема, вот, женщине, или мужчине, так сказать, с той женой, которую он не любит. И ни к чему хорошему это не приводило. Ну, в этом самом... Вас спрашивают вам, как вы по любви, когда регистрируют брак. Если по любви, так пожалуйста. А если у вас есть необходимость в разводе, развод что, запрещен? Запрещен до года, пока год не исполнится, младенцы. Потому что уж очень тяжело семье, и они сильно нервничают. Пусть пройдет год, а потом подумают. Но если подумают, ну как может быть свободный союз мужчины и женщины, если нет права развода? Как может быть союз советских социалистических республик без права выхода? Ну и кто? Вот когда начались тяжелые, трудные времена Великой Отечественной войны, хоть одна республика воспользовалась правом выхода? Нет. Почему? Да потому что все понимали, что выставить можно. Только в едино. Только предатели социализма, ревизионисты и изменники дела у социализма решили, что они... Вот давайте мы сейчас будем делить этот пирог, Советский Союз, и сделать СНГ. Что такое СНГ? Союз независимых государств. От кого? От народа. От социализма. Независимые от благосостояния. От понижения цен. От хорошего образования. От высокой культуры. Вот что такое СНГ. А у нас где штаб-квартира СНГ? А вот в Таврическом дворце. Там никто ничего не делает. Там нечего делать, потому что если у нас страны независимые, то они никакого решения принять не могут. Ну как ООН, например. А что ООН может принять? Совет Безопасности может, потому что там есть некоторые решения, когда постоянные члены безопасности решат между собой, то тогда есть решение, может быть, проведено какой-то и военной силой. А если ООН что-то примет, ну вот вы можете это прочитать, и всё на этом. Этим и заканчивается. Ничего это не значит. К сожалению, степень подготовленности, это тоже можно поставить в упрёк тем, кто был после Сталина, в упрёк в отношении того, что не изучали теорию, не изучали там ни диалексику, не читали Ленина, не читали Сталина. Сталина поубирали. Рассыпали даже те там Сталина, которые были подготовлены к изданию. То есть это вот люди, которые пришли, действительно, они предатели изменений. Это вся хрущевская команда, и последовавшие за ней, так сказать, только сменялись лица. А всё делали одну и ту же, вели одну и ту же линию. Даже вот тот же Брежнев, который стал упоминать Сталина и допустил, так сказать, издание книг наших полководцев, он сделал следующий шаг. Если у нас в программе, в ревизионистской программе, принятой на 22-м свете, выброшена диктатура пролетариата и оставлена руководящая роль рабочего класса, ну вот я в это время был молодым, так сказать, преподавателем и статьи публиковал. Если я напишу руководящую роль рабочего класса, его вычеркивают. В любом издательстве, в любом журнале вычеркивают. Я думал, думал и придумал. Я писал, рабочий класс руководителя. Они берут ручку, чтобы вычеркнуть руководителя. А ведущая роль рабочего класса тогда подменяли. А ведущей нет такого слова. И тогда вроде как это и оставалось. То есть тот, кто этого не видел, не знает. То есть последовательно проводилось. То есть не развалился Советский Союз, его уничтожали. Его разрушали. И есть разрушители, у них есть фамилии. И это вся эта команда, начиная с Хрущева и все его... Хрущев, Брежнев потом реализовал экономическую реформу, в которой вместо потребительно стоимостных показателей, вместо того, чтобы определить номенклатуру продукции, что делать, какие потребности удовлетворять, вместо того, чтобы повышать производительность труда, про что Ленин говорил, что это самое важное, самое главное для победного строя, вместо того, чтобы снижать себестоимость, а от снижения себестоимости некуда идти только к снижению цен. Вместо этого прибыль, которую легко получить за счет повышения цен. Рентабельность, которая та же прибыль, но к объему производственных фондов. Чем меньше у вас производственные фонды, тем выше рентабельность. То есть они могут у вас пропадать уже, уменьшаться, а рентабельность высокая и прибыль. И третий показатель, значит, прибыль, рентабельность и объем реализации. А что такое объем реализации товаров? Вместо непосредственно общественных продуктов стали производиться товары. Потому что продукт, непосредственно общественное производство, в результате, ну что общество, а товары – это для того, чтобы обменять с кем-то. Значит, каждый показатель, значит, повышайте цены, повышайте цены, повышайте. И вот это вот повышение цен пошло. Начиная, так сказать, привело оно и к черкасскому, новочеркасскому расстрелу в конечном итоге. Но это только частное. То есть, рабочему классу показали, что против него новое резионистское государство будет выступать с военной силой. А ведь повышение цены идет и в других странах. И требуют там, и понижения, но никто не обращает внимания. А тут решили, чем заняться. То есть, это не просто враги, это враги социализма, враги трудящихся. И самые страшные враги – это, конечно, Хрущев прежде всего. Это Ельцин и Горбачев. Причем Ельцин, у него кличка была «Бревно». Он приехал в Америку и стал докладывать там в Конгрессе о том, что вот мы победили коммунистического идола. Это человек, который был, значит, министром, между прочим, был кандидатом в члену политбюро, был первым секретарем московского горкома, бросил парк билет и превратился в антикоммунист. Или, лучше сказать, не превратился, а уже, так сказать, раскрылся как антикоммунист. А Горбачев тоже мог бы оправдаться, сказать, «Я же вам сказал, что это перестройка». А что такое перестройка? Вот кто-то изучает науку логики в кружке, он понимает, перестройка – это изменение строя. Перестройка. А Ленин писал, что от этих перестроек получается такое бедствие, что я больше бедствий в жизни не знал. Надо не перестраивать, а, значит, строить, укреплять и развивать. Мы за развитие или за перестройку? Развитие этого движения не шло к высшему, а всегда можно перестроить дворец в хлеб, а хлеб в сарай и так далее. Вот что происходило. Поэтому, тем не менее, можно сказать, что после образования Советского Союза, образование Советского Союза произошло не потому, что кто-то там договаривался, собрались. Это само собой понятно, что для того, чтобы что-то подписать и оформить, надо собраться и съезд провести. А оно произошло потому, что сложилось единство в огне борьбы и защиты советской власти на всей территории России. Всё было мобилизовано, и Советская Россия победила. Это значит, начался мирный период становления коммунизма. Как называется период становления коммунизма? Это переходный период от капитализма к социализму. Этот переходный период закончился в 1936 году. В 1936 году какое у нас появилось общество? Коммунистическое общество. Даже парижские коммунары всё-таки о коммунизме говорили. А тут уже люди построили общественную собственность, а коммунизм означает общий. Общественную собственность. И Маркс, например, в критике господинского программного слово «социализм» вообще не употребляет. Он говорит, вот есть низшая фаза коммунизма, а есть высшая фаза коммунизма. Или есть коммунизм в низшей фазе, а есть коммунизм в высшей фазе. А чем отличаются? А тут есть родимые пятна капитализма во всех отношениях. То есть есть с кем бороться. И эти родимые пятна проявляются в борьбе против коммунистической природы социализма. А социализм – это есть просто название для низшей фазы коммунизма. Так его начали еще на всякие другие ступеньки делить, разведой придумали. Я даже шутил по этому поводу. Что такое разведой социализм? Мы вступили в этап разве-то социализма. Или это такая, как анекдот ходил, высокая стадия социализма, когда и без денег еще ничего не дают, но и за деньги уже ничего купить нельзя. То есть или это умирающий, загнивающий социализм. И вот самое это печальное состоит в том, что люди в культурном, образованном обществе, живущие так хорошо, вот как жило все мое поколение, а я поколение, которое вступило в жизнь, так сказать, в конце войны. Вот я 45-го года рождения. Я знаю своих товарищей. Мы катались, как сыр в масле. И очень многие из нашего поколения не привыкли к борьбе за коммунизм. И не участвовали в борьбе за коммунизм, а участвовали в улучшении своего благосостояния. И не готовы были к этому самому наступлению, которое было. Хотя объяснял в свое время Ленин, что самое главное есть укреплять диктатуру пролетариата. Что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная. Насильственная и мирная. Против силы традиций старого общества. И эта борьба будет вестись до полного коммунизма. И она будет носить классовый характер. Сотворить здесь уничтожение классов, но не уничтоженные классы. Чтобы классы уничтожить, это дело очень долгое и очень трудное. А люди настроились, но вот так хорошо у нас живется, что уже не хочется и бороться. И вот если вы не будете бороться, вы придете к чему. Вот к чему мы пришли. То есть к тому, что завершился, завершился сначала у нас был переходный период к коммунизму с 1917 по 1936 год. С 1936 года у нас был социализм по 1961, когда на 22-м съезде правящая партия изменила своей классовой природе и отказалась от диктатуры пролетариата. Предала, предала, так сказать, диктатуру пролетариата, предала рабочий класс и перестала быть партией рабочего класса. Ее судьба потом всем известна. Она, так сказать, развалилась на куски и такой партией не являлась. И, следовательно, с 1936 по 1961 год, это немало, 1961, 1935, 26 лет прожили при коммунизме, в первой фазе коммунизма, товарищи. Вот все, кто в это время жили, с 1936, жили при коммунизме. А потом они стали жить при разрушающемся коммунизме, который назывался то он развитой социализм, то придумывали многочисленные всякие разные ступени, стали болтать про демократию, про демократический социализм, про гласность. Причем, когда все прятали и ничего не давали, и все скрывали, это называлось гласностью. То есть обманывали людей. Причем обманывали до самого конца. И жалко, так сказать, вот тех людей, которые дают себя обманывать. Потому что мало того, что в 90-м году Ельцин организовал Верховный Совет, будучи уже, так сказать, руководителем отдельного государства, российского государства. И решение было такое. Собрались и решили Верховный Совет России о том, что Россия суверенна на своей территории и Верховенство законов России над законами Союза. Скажите, пожалуйста, после того, как Россия поняла решение о том, что Верховенство законов России, а не законов Советского Союза, остался Советский Союз? Нет, конечно. С 90-го года этого нет. С 12-го июня 90-го года. И вот не знали, как даже назвать этот день. День свободной России. Я как-то, меня один узбек поздравлял с 12-го июня. Поздравляю вас, Михаил Васильевич. Я говорю, с чем поздравляете? Что я свободный? Мы от Узбекистана? От Кыркестана? От кого? От кого он свободный? Мы свободны от того, что называется пролетария всех стран, соединяйтесь. Потому что сила Советского Союза в том, что пролетарии всех стран соединялись. Не только формально там наверху, а по существу. И сейчас, как вы видите, у нас прекрасные отношения внутри России. Об этом люди не забывают и помнят. Но как после этого, как после этого голосовать? Вы прочитайте, за что вы голосуете. Значит, надо было, если Ельцин, как его кличка была, бревно, а хитрый Горбачев, он все забалтывал и тащил людей в болото. Вот он устроил этот референдум в 91-м году о Советском Союзе. А какой было там? Вы наберите в компьютере, это очень просто набрать, бюллетень референдума 91-го года. Там написано, вы за обновленный союз советских социалистических республик, как союз суверенных государств. Что такое суверенное государство? Вот сейчас вот у нас закончится мероприятие и каждый пойдет куда хочет. Никто не будет никем управлять. Все пойдет, все разбредется. Вот если трудящиеся Советского Союза разбрелись и даже стали голосовать, как будто они неграмотные были. А у нас такой высокий был уровень просвещения. А в политическом отношении неграмотные. И поэтому можно говорить о возрождении социализма, о восстановлении социализма, о возрождении коммунизма, о движении к коммунизму только под условием того, что прежде всего начать надо с того, что у вас совсем не запрещено. Вы откройте сейчас любой там вот хотите, откройте там есть издательство UASS или возьмите вы Озон. Там есть и Ленин, и Сталин, и книжки из каких угодно. Пожалуйста, читайте. Никто не запрещает вам. Не надо себя запугивать, что вам как будто запрещает изучать марксизм-ленинизм. Но если вы не владеете марксизм-ленинизмом, вас будут натянут на вас на голову шляпу, чтобы вы и глаза у вас ничего не видели и будут вас эксплуатировать. То есть, если вы сейчас ставите в такое положение, когда можно вас эксплуатировать, вас и будут эксплуатировать. Поэтому выход из этого только один, который исторически известен. Советский Союз уже этот путь прошел, показал. Вот теперь по этому пути идет Китай, по этому пути идет Корея, в которой построен социализм. По этому пути идет Лаос, по этому пути Куба. Немножко прошла, немножко отступила. Вьетнам, стомиллионный, то же самое идет по этому пути. А Советский Союз бывший, Россия и другие страны, которые в России, к сожалению, пока по этому пути не идут, потому что для того, чтобы по этому пути идти, надо проделать прежнюю работу. Сначала кружки занятия, подготовка идеологическая, потом экономическая борьба, политическая борьба, и только классовая борьба может эту проблему решить. А если класс, так сказать, не ведет классовую борьбу, то против него буржуазия все время ведет классовую борьбу, потому что понижение зарплаты, которая по совету делается Джона Мейнерда Кейнса, где он говорит, ну чего вы воюете там на своем предприятии, вы, так сказать, не снижайте зарплату, а мы просто цены будем повышать. Это называется государственное регулирование. Цены выше. Вы смотрите, вы то же самое, вроде, те же деньги получили, а на них покупать все меньше и меньше и меньше. Вы опускает и опускает и опускает народ. Или безработицу сделали, для чего? Думаете, они не могут посчитать, сколько нужно мест для того, чтобы всех занять? Могут посчитать, специально делают меньше рабочих мест, чтобы вы тут не кочевряжились, вы будете что-то требовать, вы раз, и безработный вас. то есть, все, все, что сейчас делается, все это очень хорошо известно, записано в капитале, вот, это написано и Энгельсом, до чего можно людей довести, и это написано даже у Кейнса, дескать, как все это смягчить, чтобы ли людей дурачить, который считается великим в этом смысле экономистом, который, так сказать, признал, что иначе будут кризисы. Поэтому государственное регулирование и вот эта инфляция. Вы видели, что цены сами растут? Никогда, их всегда повышают, они никогда сами не растут, чтобы вот смотрели на цене, когда вдруг цифры побежали. Вывод, вывод какой? Значит, вывод такой, что, как Ленин учил праздновать юбилей Великой Революции, лучший способ отпраздновать юбилей Великой Революции, это сосредоточиться на нерешенных задачах. А какой лучший способ отпраздновать юбилей Советского Союза? А вот делать так, как это делали те люди, которые боролись за его создание, за его укрепление, за его развитие и за его защиту. Вот если мы это будем делать, то мы возродим Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик. Но и это Ленин считал промежуточной станцией. А дело идет к тому, чтобы создать единую Всемирную Республику, управляемую пролетариатом всех стран, диктатуру пролетариата всемирную. И дело к этому идет, и придет, и придет непременно, но не без нашего участия, как вы понимаете, потому что без классовой борьбы, без борьбы рабочих за свое освобождение и без помощи рабочим со стороны представителей других профессий и слоев этого сделать невозможно. Поэтому я хочу вам во-первых всех поздравить со столетней годовщиной этого великого события, которое произошло. Это раз. Во-вторых, пожелать всем успешной борьбы за возрождение социализма в СССР. Два. И третье, пожелать вступать в рабочую партию России и идти в Красный университет и готовить себя к тому, чтобы никто вас в области политической и экономической не мог обмануть. И готовить себя к коллективной борьбе, а не к борьбе одиночек. Одиночки в классовой борьбе только проигрывают. Поэтому никому мы не советуем ходить только по судам, клянчить или одному что-то добиваться. Одному это не получится. Поэтому объединяйтесь. Почему? Почему и лозунг? Это старый лозунг марксистский, он на всех газетах пишется «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Поздравляю вас со столетней годовщиной образования Союза Советских Социалистических Республик. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.